Всем привет! Решил выставить еще небольшое размышление, которое появилось по поводу пасхального седора, как результат чтения статьи Ольмана по поводу греческих влияний. Интересно, Ария Ольман выставил статью, где он рассказывает о том, что можно проследить влияние на седор греческих традиций. И действительно, если посмотреть на то, как выглядят многие вещи на седоре, то это очень напоминает греческие обычаи, ритуалы, в частности то, что они называли симпозии. И у них действительно, у греков было популярно в период рассвета, там, поседать на диванах и рассуждать между собой о каких-то интересных, возвышенных сентенциях. И поэтому это может возникнуть вопрос, хорошо или плохо, что мы вроде как бы такие оригинальные, а пользуемся не нашим опытом. И, конечно, правильный ответ, что и слава богу, и на самом деле мы можем сказать, что евреи, побывав у самых разных народов, позаимствовали у многих из них всякие хорошие, полезные и удобные обычаи, которые стали частью еврейского мира обычаев. Теперь, что к этому поводу стоит добавить, что евреи явно выбирали осмысленно, не в смысле, что они там брали все подряд. То есть, скажем так, отдельно взятый еврей может выбирать всякие глупые обычаи, там, например, напиваться и валяться под забором. Ничто не может запретить еврею это сделать, особенно какой-нибудь кошерной водки, условно говоря. Поэтому в частных случаях это может возникать и как нехорошее заимствование. Но когда мы берем на уровни народа, то мы должны сказать, что идет речь о том, как мудрецы брали то, что они считали ценным и использовали в своих еврейских интересах. И это, оказывается, очень хорошо, и на самом деле, по идее, должно работать в обе стороны. То есть, какие-то еврейские идеи должны, и так и было, проявляться в большом мире. Так вот, что интересно, обращая внимание, уже мои мысли на эту тему, что симпозиум это, в общем-то, такая элитная тусовка, когда люди, которым было что сказать, чем поделиться, обсуждали между собой какие-то очень умные вещи. То есть, это, в общем-то, такое действительно аристократическое мероприятие, которое доступно тем, кому есть что сказать. При этом евреи тоже есть умные и интеллигентные, но седр это немножко другой жанр, то есть мы там читаем готовый текст, и, в общем-то, в каком-то смысле тут потерялась сама эта форма приятного обсуждения. Но, с одной стороны, нам никто не запрещает, то есть, поэтому, если собралась теплая компания, которая никуда не спешит, то, особенно во второй день, когда там не нужно заканчивать трапезу до полуночи, или там можно после трапезы продолжать, в принципе, никто не запрещает что-то обсуждать и размышлять на какие-то разумные темы. С другой стороны, можно сказать, что это такая элитная форма, она стала доступной для простого смертного, то есть, простому смертному было сказано, что ты можешь тоже, так сказать, уподобиться интеллигенту, там взять кресло и развлечься, там так вот чувствуя себя элитой. Вот, и в этом смысле можно сказать, что наш еврейский седр это некая такая демократизация элитных обычаев соседского народа. И это очень даже симпатично, потому что, ну, так же, как шаббат, в древности многие бедные люди работали там без выходных, а выходной был удел человека элиты, вот, и когда раз в неделю мы, как элита, откладывали работу и наслаждались, это тоже было хорошим способом приобщиться к такой вот форме элитного досуга или элитного бытия. Вот, поэтому, в целом, можно сказать, что евреи брали какие-то элитные обычаи у других народов, а потом наполняли их своим содержанием, своим смыслом и делали их нашими еврейскими. И, что касается также четырех бокалов вина, в общем-то, ну, как бы, если человек особо не пьет, то выпивать четыре бокала, это немножко не является типичным для еврея. Но, с другой стороны, почему нет, то есть, хорошее вино с правильными мыслями. Более того, первое мы пьем в самом начале, оно уже успевает там впитаться как следует. Вот, второе, там, в начале трапезы, перед трапезой третья и четвертая, где-то там уже в конце. Вот, то есть, это тоже такой интересный способ насладиться вином, если мы хотим это сделать. Но, если у нас нет какого-то супервина, можно просто взять то вино, которое есть, или даже сок. Вот, но всегда можно, так сказать, в наших руках найти какое-то интересное вино, которое выпить в седр, или даже взять какие-то интересные разные вина. Например, если есть группа, то можно, как бы, один бокал пить одного вина, а второй другого. Тут нету митцвы пить вина, четыре бокала одинакового вина. Вот поэтому у нас здесь действительно есть такие разные элитные формы, которые добавлены в наш обычай, позволяющие нам почувствовать себя элитой. И, ну, как бы, мы вышли из рабства, и поэтому мы начинаем с того, что мы были рабами, а заканчивается тем, что мы, в общем-то, свободные люди. И для этого вполне не вредно добавить атрибутов свободы в виде, там, четырех бокалов, в виде сидения, так, возлежания в хорошей компании и так далее. И поэтому наш седр, он создает такую нам атмосферу, которую мы должны, ну, стоит нам это иметь в виду, скажем так. Так, подчеркнуть, что действительно седр — это такая элитная симпозиум, в которой мы можем украсить еще какими-то своими дополнительными уместными атрибутами, чтобы это было еще более достойно. Всем хорошего Песоха, будем продолжать общаться дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!